Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Стабильная ситуация. Профилактические меры в борьбе с коронавирусом дают положительные результаты. Спорт, культура, основы права. В Чувашии откроются клубы поддержки молодых родителей. Шедевры симфонической музыки. В Чебоксарах прошел 20-й Московский пасхальный фестиваль. Глава Республики Олег Николаев выразил слова соболезнования президенту Татарстана Рустаму Миниханову в связи с сегодняшней трагедией в одной из казанских школ. «Невозможно оставаться равнодушным и безучастным к такому событию. Искренние соболезнования родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», отметил он на своей странице в Инстаграме. В связи с инцидентом в Казани глава Чувашии поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности во всех общеобразовательных учреждениях Республики. Напомним, сегодня, 11 мая, в Казанской гимназии номер 175 произошла стрельба. Есть погибшие. По решению президента Татарстана Рустама Миниханова, 12 мая в Республике объявлено днем траура. Число заболевших коронавирусом в Республике за майские праздники не увеличилось. И это хорошая новость на фоне длинных каникул. Стабильная ситуация в майские дни обусловлена рядом профилактических мер. Правительство попросило ветеранов оставаться по возможности дома и посмотреть возложение цветов к монументу славы и парад победы в прямом эфире национального телевидения. К участию в торжественном шествии допустили только тех, кто имел отрицательный тест на коронавирус. Было протестировано более тысячи человек. И только у двух тест оказался положительным. Их изолировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Проводя это мероприятие, не допустили личное проникновение этой инфекции в массы, с учетом скопления народа. С другой стороны, два человека из 1027 человек еще раз говорит о стабильности ситуации в Республике. Все эти дни количество выявляемых лиц оставалось на прежнем уровне, то есть в пределах 49-52 человек. За сутки выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели и выписались из больницы 42 человека. Яна Яранова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. С 11 мая в столице Республики начинаются первые отключения горячей воды. Коммунальные службы уже готовят теплосети и котельные к новому отопительному сезону. Сегодня без горячей воды остались некоторые жители центра города, микрорайона Богданка, поселка Северный в Заволжье. Завтра, 12 мая, горячую воду отключат в северо-западном районе, в Лапсарах на южном поселке. Отметим, что первые отключения в среднем длятся не дольше трех дней, по некоторым адресам и вовсе не больше суток. Профилактические мероприятия пройдут в каждом районе города вплоть до сентября. Система электроснабжения Чувашии нуждается в модернизации. Это связано с неэффективной работой большинства обслуживающих компаний в этой отрасли. Такая ситуация сложилась во многих регионах России. Для ее улучшения сейчас разрабатывается новая энергетическая стратегия. По данным Минпромэнерго Чувашии, в 2020 году на объектах электроэнергетики Республики было зафиксировано 65 аварий. Это на 5% больше, чем в 2019 году. Чувашию обслуживают 38 территориальных сетевых компаний. Но обеспечить надежное, бесперебойное электроснабжение у них получается с трудом. Сказывается высокий износ оборудования, ненадлежащее техобслуживание. У нас есть монополист в лице филиала «Пауэруссети» «Волга» Чувашинерго. Данная компания осуществляет деятельность только по 75% перетока. Объем аварийности стремится практически к нулю. По тем 37 компаниям, которые не входят в группы компаний «Россети», из них 15 СО эксплуатируют объекты электроэнергетики, находящиеся в муниципальной собственности. Это практически 20% объема электроснабжения, которое у нас осуществляется в Чувашии. Основной проблемой вообще Чувашской электроэнергетики является большая разрозненность. 28 территориальных сетевых компаний, они небольшие. И это приводит к тому, что аварийные ситуации, которые происходят в сетях, вместо запланированных 2-3 часов устранения их, бывает, что устраняются мероприятия и по 8-9 часов. По 3 компаниям даже нет правосуточной диспетчерской службы. По 9 компаниям отсутствует ремонтный персонал, необходима материальная база для восстановительных работ. По ряду компаний имеются задолженности перед гарантирующим поставщиком, перед поставщиками, которые обеспечивают материально-техническое снабжение. 80% аварийных ситуаций происходит именно в небольших территориальностей компаний. В маленьких компаниях идут большие потери объемов электроэнергии, соответственно и потери средств. Не ведется необходимый дистанционный интеллектуальный учет. Концессионные компании не всегда должным образом обслуживают хозяйство. Специалисты предлагают начать модернизацию с уменьшения количества территориальных сетевых организаций и с обеспечения объектов электрохозяйства круглосуточными диспетчерскими пунктами. Минпромэнерго Чувашия в настоящее время ведет работу по разработке энергетической стратегии республики до 2035 года. В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями прошла выставка и тест-драйв колясок и вертикализаторов для детей с двигательными нарушениями. Одним из организаторов мероприятия стал фонд имени Ани Чижовой. Юные пациенты с помощью опытных специалистов протестировали возможности нескольких десятков технических средств реабилитации. Это уникальная для Чувашии выставка. Здесь можно не только увидеть все существующие средства реабилитации. В ее рамках доктора рассказывают и показывают родителям, насколько важно подобрать техническое средство правильно, на что при подборе нужно обратить особое внимание и как помочь юным пациентам в реабилитации. А самое главное, как семья с собственными ресурсами может повлиять на реабилитационный процесс своего ребенка. Потому что реабилитация деток с двигательными нарушениями, к счастью или к сожалению, не начинается и не заканчивается с пределами реабилитационного центра. Она начинается в семье и порой дефицит знаний у родителей лишает той эффективности хорошей, которая хотелось бы, чтобы была у ребенка. Выставки и выездные мероприятия по подбору технических средств специалисты из Москвы проводят во многих регионах России. В Чувашии подобные мероприятия проходят не в первый раз. Мы оказываем, осуществляем выездные мероприятия, выставки по регионам Российской Федерации в целях улучшения состояния и улучшения работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. То есть в рамках выставки любая семья, если они имеют такого ребенка, они могут подъехать к нам и примерить, протестировать наши средства реабилитации. Родители с детьми пробовали под чутким руководством специалистов из Москвы примерять легкие и маневренные коляски деткам. Мы приехали из Урмарского района, с поселка Умары, на прекрасную выставку, где мы смогли подобрать подходящую нам коляску комнатного типа для малыша ДЦП. Она нам очень нравится, нам подходит по параметрам. Нам подобрали высококвалифицированные специалисты. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика. В Госдуме сейчас рассматривают поправки, озвученные президентом России в послании Федеральному собранию. Согласно одной из них, больничный по уходу за ребенком до 7 лет теперь будет оплачиваться 100% от зарплаты вне зависимости от стажа работы. Екатерина Чернова – многодетная мама. Она работает воспитателем в столичном детском саду. Стаж работы у молодой мамы небольшой. При уходе на больничный по уходу за ребенком она может рассчитывать только на 70%. Потери 30% пробивает серьезный обрежь в семейном бюджете. Теперь, согласно поручению президента, она может рассчитывать на все 100%. Дополнительные деньги всегда есть куда потратить. Это, конечно, нам очень помогает. Так как, когда я работала, у меня был маленький стаж, и я получала больничный только 50%, потом 70%. Сложно сказывается по карману. А если будут оплачиваться 100%, то это уже будет хорошо. Выплата больничных в полном объеме семьям с детьми – это одна из шести ключевых социальных инициатив, поддержанных президентом страны. Я считаю, что это важная социальная поддержка. Можно сказать, даже стратегическая, демографическая задача. Мы помогаем молодым семьям, и они будут уверены в завтрашнем дне, что могут обеспечить в будущем должный уход по воспитанию своих малолетних детей. В числе важных социальных инициатив также поддержка беременных женщин, неполных семей с низким доходом, семей, воспитывающих школьников и будущих первоклассников. Им в августе выплатят по 10 тысяч рублей. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Республика. В каждом муниципалитете Республики скоро откроются клубы молодых семей. Союз «Женщин-Чувашия» начинает реализацию нового проекта «Семья – главное в жизни человека». В фестивале по интересам, семинары на проблемные темы, встречи со специалистами – это лишь малая часть того, что собираются сделать для поддержки родителей и детей. С инициативой объединения в Союз обратились сами молодые люди. «Семьи, которым захотелось прежде всего поделиться своим опытом, своим, наверное, ощущением любви к миру с остальными участниками процесса. Потому что все чувствуют, что нам нужно сплачиваться. Это очень здорово, что у нас в Республике это становится на самом деле движущей силой. И люди начинают объединяться по разным принципам. Но вот один из принципов – это молодые семьи. И мы с удовольствием поддержали эту инициативу. Очень хочется, чтобы семья стала действительно той опорой, благодаря которой человек развивается». В клубе молодых семей будут развиваться самые разные направления. Это и спорт, и культура, и правовая поддержка. Первый фестиваль планируют провести в Чубоксарах уже в июне этого года. Сегодня открылась регистрация на участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда». Коллективы проверят свои лидерские качества и компетенции. Основные требования к участникам – наличие высшего образования, опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет, возраст до 55 лет и отсутствие судимости. Электронная регистрация и размещение видеопрезентации проходит на сайте конкурса «Leader.cap.ru». Заявки принимают до 9 июля 2021 года. Первая декада мая в этом году была насыщена праздниками. К традиционным 1 мая, День Победы, добавилась Пасха. О том, как прошли запланированные мероприятия, обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства Чувашии. 2000 акций, фестивалей, концертов. В них участвовали около 500 тысяч человек. Праздники прошли без происшествий. Одно из знаковых событий – парад, посвященный Дню Победы. На площади республики в Чебоксарах военнослужащие, кадеты прошли торжественным маршем. Отдельной колонной двигалась военная техника. Парад можно было посмотреть в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Мы с вами очень плотно проводили работу с тем, чтобы эти праздники прошли организованно. А самое главное – безопасно для их участников, потому что еще никуда не делась угроза от коронавирусной инфекции. На всех праздничных мероприятиях дежурили медицинские работники и сотрудники полиции. Несколько сот волонтеров раздавали средства индивидуальной защиты. Ульяна Питакова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Большой музыкальный праздник в Чебоксарах. 20-й Московский пасхальный фестиваль собрал истинных ценителей классической музыки. Оркестр под управлением народного артиста России Валерия Гергиева побывал уже в 11 регионах страны. Теперь на карте фестиваля появилась и Чувашская республика. На сцене шедевра симфонической музыки послушать произведения Эдварда Григо, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича собрался полный зал. В 20-м сезоне на карте Московского пасхального фестиваля появился город Чебоксары. Этот концерт, на мой взгляд, сегодня явился первым знакомством чебоксарского зрителя с вашим коллективом, Валерий Александрович, а вашего коллектива с чебоксарским зрителем. Идейный вдохновитель пасхального фестиваля – художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Талантливый дирижер собрал удивительную команду единомышленников. В его оркестре именитые музыканты, удостоенные самых высоких наград – лауреаты известных международных конкурсов. Майстер признался, концерт изначально не был заявлен в афише фестиваля. Предложение поступило от известного пианиста Даниила Трифонова. Его бабушка и дедушка живут в республике. Так легендарный оркестр и оказался в Чебоксарах. Майстер признался, концерт из директор Мариинского театра. Это первый концерт на сцене в этом городе. Я последний раз в Чувашии был довольно давно, я думаю, больше 10 лет назад. Но рад, что наконец снова вернулся. Зал замечательный и, в принципе, нам очень понравилось здесь выступать. Даниил Трифонов играет с 5 лет. В его послужном списке многочисленные международные награды. Он выступает на крупнейших сценах мира. И хотя для чебоксарской публики приезд коллектива оказался сюрпризом, билеты раскупили за считанные дни. Мы просто счастливы, что наш соотечественник – пианист высочайшего, высочайшего мирового уровня экстракласса. Класса, можно сказать, это вот та вершина, где единицы пианистов, единицы пианистов. И нам сказали, что не приедет и не будет выступления. Мы очень расстроились. И когда увидели Даниила, это действительно, Людмила Абрамовна сказала, было счастье для всего и восторг для всего зала. Ада, что такого уровня музыканты у нас. Надеемся на дальнейший контакт с оркестром этим и с нашим земляком Даниилом Трифоновым. Фестиваль продлится до 18 мая. Впереди у легендарного оркестра гастроли в Сыктывкаре, Салихарде и других городах. В беседе с главой республики Олегом Николаевым гости высказали желание вновь приехать в Чувашию. Даниил, безусловно, один из лучших пианистов в мире. Для многих чуть ли не лучший пианист. Он очень молод, но его дарование огромное. Вы дали возможность нашему зрителю прикоснуться к тому искусству. Особенно юные музыканты, у них тоже будет очень много в зале. Они, конечно же, вдохновятся, вдохновятся. И для них это будет большим символом и дальше трудиться. Но главное – желание продолжить. И вот это желание продолжить мы всячески поддерживаем. В планах коллектива совместное создание спектаклей с региональными театрами. Вполне возможно, что интересы совпадут и в республике. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Николай Скворцов. Республика. Это были главные новости Чувашии во вторник, 11 мая. Увидимся завтра в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова